Методика формирования междубных сосочков в области имплантатов на этапе установки формирователей десневой манжеты Папатрико Палача. Перед нами модель с уже заранее интегрированными имплантатами. Мы производим нёбный разрез, вот таким вот образом, по дистальному периметру имплантатов. И два вертикальных разреза производятся по альвеолярному гребню до мукогенгивальной границы. Методика образования междубных сосочков в области имплантатов на этапе установки формирователя десневой манжеты Папатрико Палача. У нас имеются уже два ранее интегрированных имплантата на верхней челюсти в боковых участках. Мы делаем нёбный разрез по самому дистальному периметру имплантата. Также выполняются два вертикальных разреза, идущих от нашего горизонтального и достигающих мукогенгивальной границы с обеих сторон вестибулярно. Тупым методом отслаивается гребневая часть соединительной ткани, перемещается вот таким вот образом, более вестибулярно. Происходит раскрытие имплантатов и установка формирователей десны на этом этапе. В данном случае в нашей клинической ситуации это два имплантата, а между ними находится зуб. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно эстетично сформировать межзубной сосочек в такой клинической ситуации. После того, как мы отслоили и переместили вестибулярно в соединительную ткань и установили два формирователя десны, начинаем моделировать сосочки. В этой ситуации очень удобно прижать соединительную ткань к формирователю десны, отступить до середины коронки рядом стоящего зуба. Это точка разреза с формированием такого хвостовидного отросточка. И мы проводим этот разрез до середины формирователя. Разрез полнослойный на всю толщу соединительной ткани. То же самое мы производим в области второго формирователя десны. Вот этот хвостовидный кусочек соединительной ткани, который мы с вами препарируем, не должен быть очень тонкий. Выпримите это решение индивидуально в зависимости от клинической ситуации ширины межзубных пространств и от биотипа. В данном случае мы имеем дело с биотипом достаточно толстым. Сила фенотипизма нашей биологической модели. Поэтому мы препарируем глубоко и более продолжительный. Чем более продолжительный у нас разрез, вот этот проводится, тем более толстым биотипом мы имеем право оперировать. Вот моделирование сосочков закончено. Мы приступаем к ушиванию. Для того, чтобы ушить межзубные сосочки, сначала я вам рекомендую зафиксировать перемещенный соединительную ткань, которая была с грибневой части, перемещенная вестибулярно. Просто зафиксировать ее аппроксимальными узловыми швами. Продолжение следует... 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 Обратите внимание, как только я наложила этот шов, сразу произошло перемещение сосочка в межзубное пространство. В данной ситуации не требуется дополнительного узла, но уж посмотрим, как у нас получится следующего формирователя десневой манжеты. Вколы-выколы углы рекомендуется выполнять прямо вокруг основания будущего сосочка межзубного. И таким же образом. Сейчас мы производим вколы-выколы углы вокруг основания будущего сосочка на немной поверхности. Начинаем его утягивать. Возможно, потребуется нам в помощь еще межзубной один шов. Может быть и нет, нет, выложился у нас сосочек. Сейчас мы его еще подтянем еще одним швом аппроксимально. И вмешательство можно считать оконченным. Мы сейчас с вами выполним одиночные петли. Это необычный шов. Этот шов используется в парадонтологии обычно для того, чтобы направить заживление ткани в определенном положении. Делается нюбный вкол. Заводится на вестибулярную поверхность. Потом делается прокол с листинкастичного лоскута. Первый. Удалим. 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 Полоскотик. И не прокалывая, выводится на нюбную поверхность. И утягивается. Вот таким вот образом. Швы снимаются через 10-14 дней. Или пациент приступает к его протесированию. Удалим. Сделаем. Удалим. Удалим. Готовим. Удалим. Сделаем. Продолжение следует...